Итак, дорогие друзья, всем доброе утро! Бонжур! Хелло! Все, мы продолжаем изучать Тору, заниматься самым важным делом в мире, общением со Всевышним, изучением, чего он от нас хочет. И само намерение изучать то, что Бог от нас хочет, уже соединяет нас с Богом. Да, поэтому всем доброе утро! Очень важно, что все, кто сегодня собираются на урок, кто его смотрят, кто делятся, потом обдумывают, повторяют, делают самое важное дело в мире. И заслугу тех, кто изучает Тору, в общем миру существует. Представляете? Хорошо, дорогие друзья, все, давайте собираемся. Наташа Алексеенко с нами. Уже отлично. Продолжаем. Мир двигается. Я сегодня смотрел интересную статистику. Я вообще люблю цифры. Но вообще цифры, они показывают достаточно точно разные интересные студии. Я ковшатайдин шалам. И я сегодня смотрел статистику, в какой стране, если перевести на количество, на миллион жителей, больше всего заболевших. То есть, везде же, например, в Америке, в какой-то стране 100 тысяч заболевших, но в ней живет 100 миллионов. А в другой стране тысяча заболевших, но в ней живет 10 миллионов. А в третьей стране 500 заболевших, но в ней живет 5 миллионов. Ну, например, относительное количество, в какой стране в мире больше всего заболевших, если бы сделать пропорцию, чтобы везде одинаково. Знаете в какой стране? Я очень удивился, оказалось, что больше всего больных в мире, если взять в среднем на душу населения, в Ватикане. Представляете? Это удивительно было, причем настолько разница колоссальная, что просто меня это даже поразило. Это цифра, почему именно в Ватикане больше всего больных коронавирусом. У меня нет объяснения. У меня нет объяснения, но это Ватикан впереди планеты всех. Цифры статистики ООН, это ООНовская статистика. Значит, сейчас, вот. Хорошо. А мы продолжаем изучать, продолжаем изучать, значит, продолжаем мы изучать Мишли, притча царя Славона. И мы дошли сегодня до какой главы? У нас одиннадцатая глава. Одиннадцатая глава. И отрывок двадцать восьмой. Двадцать восьмой отрывок одиннадцатой главы. Итак, значит, написано в двадцать восьмом отрывке одиннадцатой главы так. Бутеах беашром у и полю. Тот, кто полагается, бутеах, на свое богатство, он упадет. Веке але цадитим и фроху. И как листья расцветают, так же праведники будут цвести. Вот такой нам дает, дает нам такую мудрость великую, дает царь Соломон нам великую мудрость. И он говорит нам, смотрите, обычный человек, он в большую часть своей жизни, он работает для того, чтобы с помощью денег достичь какой-то безопасности. То есть, я это точно знаю, я провожу опросы участников своих тренингов, у меня есть анкеты. И очень многие люди, они говорят, я хочу зарабатывать для того, чтобы создать подушку безопасности, финансовую безопасность и так далее. У нас даже есть тренинги по финансовой безопасности, как правильно обращаться с деньгами. И эта тема, она действительно очень важная. Она очень важная, и человек думает, так, мне нужен какой-то пассивный доход, мне нужны какие-то там рассредоточенные вложения, мне нужно, чтобы деньги куда-то откладывать, чтобы они работали, чтобы потом мне они придут эти деньги там на пенсии. То есть, человек всю жизнь, он думает о своей пенсии. Но царь Соломонов говорит, нет, все не так. Он говорит, все не так. Он говорит, тот, кто бутех, тот, кто уверен, полагается на свое богатство, он упадет. Он говорит, это очень ненадежная опора. И мы видим, что действительно мои родители, там бабушка моя всю жизнь она работала, работала прямо руками. У меня бабушка, она шила шапки дома, она сидела в подвале, она потеряла здоровье. Она эти деньги собирала, копила, чтобы на старости лет эти деньги у нее были. Она была относительно Советского Союза очень обеспеченная, она всю семью обеспечивала своей работой. У меня отец, ну в то время были сберкнижки, собирал деньги там и так далее. Советский Союз распадается, они все теряют все свои деньги. Все они потеряли свои деньги полностью до копейки. Дальше. Дальше появились банки. И вот я помню, что у меня есть очень много знакомых, очень близких даже знакомых, прям невероятно, которые собирали деньги и положили в первые банки под проценты. И потеряли все деньги. И дальше было там, те, которые хотели много быстро зарабатывать, они прошли через все эти пирамиды, МММ. Мне писала одна женщина очень хорошая, она пишет, что вот была эта пирамида. И они с мужем прямо заложили свою квартиру, остались на улице, потому что они хотели больше зарабатывать, чтобы полагаться на деньги. Но если бы они учили все 28 отрывок 11 главы в Мишле, то они бы, естественно, знали бы, что тот, кто полагается на свое богатство, он упадет. То есть это ненадежная опора. Это не значит, что не нужно зарабатывать. Зарабатывать нужно. Но нужно знать всегда. И я вот лично, я вот с тех пор, как я стал религиозным, даже у меня это было какое-то чувство раньше. То есть я всегда знал так, если Бог мной доволен, Он мне всегда даст деньги. Он мне всегда даст работу, деньги, что кушать, в любой стране мира и так далее. Если Бог мной недоволен, значит меня никакие деньги не спасут, то есть и все. Понятно? То есть это очень-очень важно, чтобы понять, что тот, кто полагается, хочет найти безопасность в своем богатстве, он упадет. Ненадежная опора. А кеолет садитим и фроху. Как листья праведники будут расцветать. Что значит праведники будут расцветать, как листья? Праведник это тот, который действует. То есть есть мудрец, он который знает Тору. Но он может мало действовать. Он сидит, у него прекрасные книги, он сидит, учится, он обучает. Вот я больше, я честно вам скажу, что я мало действую. То есть большая часть моей работы в жизни и в Торе, и в жизни происходит в изучении, в размышлении и в передаче знаний. То есть я делюсь, я как ученый такой, да? А есть люди, которые праведники, которые действуют. И вот они, те, которые действуют, они будут расцветать, как листья. Что это значит? Праведник, он помогает людям. Праведник, он делает добро. Праведник, он выполняет заповеди. То есть он очень интегрирован в этот мир, и он создает такую реальность, что он будет все время расцветать. То есть все, тут как бы все понятно, все четко. Теперь давайте примеров, я думаю, в жизни есть у каждого. Как те, кто полагались на богатство падали, а те, кто полагались, например, на хорошие отношения, да? На хорошее отношение, значит, на доброе имя, то они в любой ситуации находили помощь и находили на что опереться. Я думаю, что у каждого есть пример, я даже не буду больше сюда уходить в глубину. Дальше, 29-й отрывок. 29-й отрывок, он звучит так. О кэр бэйто инхаль руах. Вээвет эвиль лехахам лев. Значит, о кэр бэйто, это тот, кто разрушает свой дом. Инхаль руах, значит, получит в удел ветер. Вээвет эвиль лехахам лев. И станет рабом сомневающийся грешник, который сомневается лехахам лев. Хахам лев это тот, который своей мудростью управляет своим сердцем. Значит, еще раз, как бы исходная предпосылка, что каждый человек живет в мире своих мыслей о мире. То есть, каждый из нас живет в некой модели мира, в которую он верит. И эта модель мира, она была собрана из мнений и идей других людей. То есть, никто не видел мир в целом. Никто не знает точно, как он работает. Никто не знает конкретно, что такое прям однозначно правильно. Весь мир живет в неких идеях, как надо жить. И вот, значит, человек живет в неких идеях о мире. И так как эти идеи собраны из кусочков информации, то у нормального человека, у обычного человека, который считается нормальным. То есть, просто норма, это слово таких людей большинство. У него модель мира, картина мира, она собрана как из маленьких-маленьких кусочков. И большинство людей нездоровые, несчастливые, небогатые, невеселые, неудачные в семейной жизни. И постоянно боятся и беспокоятся. То есть, у них эмоциональная жизнь тоже разрушена. И вот этими людьми большинством очень легко управлять, потому что им покажешь фильм какой-то, они сидят, фильм, сериал, телевизор. Им главное уйти из себя, из своего внутреннего мира, потому что там ничего нет. У них постоянно беспокойство внутри. И уйти в какой-то мир шоу, чтобы отвлечься от себя и не быть собой. И у них нет четкой модели мира, четкой позиции. То есть, они такие расшатанные и ведомые. То есть, они идут туда, куда ведут их вожаки вот этой вот стаи. То есть, или там правительство, или государство, или средства массовой информации. Это большинство людей. Теперь, тот, кто живет вот в такой модели мира, у него, ему не за что зацепиться, да? Теперь есть другая модель мира. Есть другая модель мира, это называется Тора. Тора это пророки, получили от Бога. И вот эта модель мира, на тебя, вот 10 заповедей, вот из этих 10 заповедей есть следствие. Вот такая модель, вот это одна семья на всю жизнь, значит, дети должны вот так воспитываться, дети почитают родителей. То есть, сохраняется такая традиционная модель, которая как раз она создана для того, чтобы человек в этом мире выживал физически. И использовал этот мир для того, чтобы набрать заповеди, набрать заповеди и перейти в духовный мир, в вечное свое существование. Все четко, все понятно, все измеряемо и такое. Но это вопрос веры. То есть, так как пророки получили эту модель от Бога, и пророки это те, кто воспринимали эту модель из нематериального мира. И на эту модель мира нет никаких материальных доказательств. То есть, это некая идея, которая была получена пророками и передана дальше людям через мудрецов. То получается, можно в нее верить, можно в нее не верить. Тот, кто верит в эту модель мира, у него он, это называется Ляхзор Бетшува. То есть, он вернулся в Ляхзор Бетшува, он вернулся к изначальным заводским установкам. То есть, человек, который верит в эту модель мира, он вернулся к изначальным заводским установкам. Человек, который уходит от этой модели мира, это называется Ляхзор Лишейла. Он возвращается к вопросам. Он постоянно сомневается, у него вопросы. Он ищет какие-то, а может это, а может так, а может так, а может это правильно, а вот я слышал так, а вот я слышал так. В общем, в 29-м отрывке говорится о таком человеке, который находится в разболтанном состоянии сознания, что он разрушает свой дом, свой внутренний дом он разрушает. И наследует он руах, ветер. То есть у него в голове гуляет ветер. Было такое даже выражение, что у людей, которые не имеют внутри жесткого, четкого стержня, у них в голове гуляет ветер. И сами они, у них сознание вот такое, у них внимание, у них вот так вот все время ходит туда-сюда, они не могут сосредоточиться. И для них как раз очень классно придумали ТикТок. Каждые 15 секунд для них меняется картинка, и они просто такие, оп, как обезьянки. Картинка меняется, они не могут от нее отлечься. То есть внимание мелькает, мелькает и все. Вот это вот приложение к ТикТоку. Теперь и получается в итоге, что вот этот вот Эвет и Вилли Хахам Лев. Хахам Лев это тот человек, который своей мудростью, божественной мудростью, он сумел организовать свое сердце. Свое сердце это то, что у него находится в подсознании, и там все работает на эмоционально-ассоциативных связях. Хахам Лев, он сумел организоваться, и у него все очень организовано. У него прям реально его структура мира, его модель мира, то есть его внутренний дом, в котором человек живет, это как внутренний домик такой. Он у него очень организован. То есть Бахахма, Бог создал землю, и у него вот эта вот божественная мудрость, и у него создан этот внутренний домик. Бабина логикой и сообразительностью, он делает причинно-следственные связи, он все считает, он рационально подходит к жизни. Он его, этот домик Биной, он его достроил. И потом Бедат, у него такая четкая картина мира, он все это украсил. У него все красиво, у него все понятно. Он знает, что сейчас он утром проснулся, он говорит, там, ну да, они, утреннее благословение, потом он молится красиво так. Потом после молитвы он учит Тору, потом он кушает завтрак, потом он говорит Беркат Амазон благословения после еды. Потом он начинает работать, и свою работу он выполняет качественно. Он не влазит ни в какие, там, супер какие-то проекты, он не общается со злодеями, он отдаляется от зла. То есть у него, его дом внутренний, он настолько четко выстроен, что он отлично себе живет. И в любой момент, когда вот мудрецов наших великих их спрашивали, вот, а вы не боитесь умирать? Я слышал, что был такой рапшах. Он говорил, я в любой момент готов перейти в следующий этап. То есть все, я в любой момент, меня, в принципе, ничего не пугает. То есть я здесь просто складываю вещи и ухожу дальше. То есть у них жизнь, она действительно организованная, понятная и четкая. А что написано в 29-м отрывке, что разрушает свой дом тот, у кого гуляет в голове ветер. И Эвет будет рабом сомневающийся грешник-скептик для вот этого вот мудрого сердца. Потому что мудрый сердцем, у него вся жизнь организованная. Дальше 30-й отрывок, он, 30-й отрывок нам продолжает эту же тему. Мы сегодня закончим уже помощью 11-ю главу. 30-й отрывок говорит. Плоды цадика, плоды праведника, древа жизни, Эцхоин. И берет души, Хахам, мудрец. Привлекает души мудрец. Значит, что такое при цадика, Эцхоин? Значит, еще раз, чем отличается мудрец от праведника? Мудрец это тот, кто изучает Тору. Он изучает божественную мудрость, которую мы получили от пророков. И он эту божественную мудрость у себя в голове, он ее изучает, изучает. И даже он потом может этой мудростью с кем-то делиться. Это ученые, это мудрец Торы. Теперь, что делает праведник? Праведник, он берет то знание от Бога, которое он услышал, и он хочет менять мир на базе этого знания. То есть, он делает заповеди, он помогает людям. Он праведник, то есть, он больше человек действия, а мудрец, он человек знания. Как есть Тора, есть заповеди. И у каждого есть к чему-то преимущество. Но, как бы, правильно совмещать Тору с заповедями обязательно, чтобы была и мудрость, и действие. Но у каждого есть к чему-то большая предрасположенность, как у человека есть тело и душа. И нельзя сказать, что важнее, тело важнее или не душа. Это две части, две части одной системы. Душа, тело, интеллект, тело. То есть, душа через интеллект соединяется с телом, да? И нельзя тут говорить, что важнее. Это одинаково важное. Так вот, написано так, что ПРИЦАДИК ЭЦХАИМ – плоды праведника Древа Жизни. Значит, Древо Жизни имеется в виду, что переход вот в эту вот вечную жизнь все равно идет через действие. То есть, Бог так специально создал мир, что люди все-таки не ангелы. То есть, все-таки есть вот эта божественная душа, которая все-таки, она находится в этом теле, в скафандре. Значит, такая была задумка. Значит, Бог хотел вот эту вот душу, которая выше, чем ангелы, запаковать вот в это вот тело. И Он хотел, значит, чтобы мы делали заповеди и делали добро друг другу. То есть, это то, что Бог хотел. Теперь и вечную жизнь можно получить только через действие. То есть, если ты просто знаешь, но не делаешь, то это то же самое, что не знаешь. Смысл тогда в твоих знаниях. Поэтому плоды праведника, древа жизни, в Луках Нефашот Хахам берет души мудрец. Но без того, чтобы человек узнал о Торе и о заповедях, нет действий. То есть, если бы люди не знали о том, что надо делать, что Бог от нас хочет, что такое Тора, что такое добро, что такое зло, что такое заповедь, если бы люди об этом не знали, то они бы и не делали. Поэтому у каждого есть своя функция. И Луках Нефашот берет души, можно повлиять на людей только через слова. То есть, если ты человеку не объяснил, что ты от него хочешь, он не поймет. И когда говорят, только работает пример. Это, с одной стороны, правильно. С другой стороны, если человеку не объяснить, что Песах это Песах, и едят мацу, а просто он будет смотреть, как кто-то ест такие вот сухие коржики, он подумает, ну, ест он коржики. Ему если не объяснить, что это значит, какой в этом смысл, исход из Египта и так далее. Если человек в субботу смотрит, в субботу все делают какие-то странные действия или что-то не делают, он не догадается. Поэтому важно и то, и другое. Награда идет за действия, но без знаний нет действий. И 31 отрывок 11 главы, он завершает мы сегодня 11 главу, звучит так. Эн цадик, барец и шулам. И праведнику написано воздастся на земле, а в тираша в ихоте, тем более злодею и грешнику. Значит, мы учили в Коэлите, в Экклезиасте, что нет цадика, нет праведника, который бы не согрешил. То есть, этот мир так устроен, что пройти его абсолютно 100% попадая во всем волю Бога, даже цадик, даже праведник, который всеми силами старается делать все, что Бог ему повелел, он не может. Этот мир очень запутанный, этот мир очень неоднозначный, этот мир очень зависит от мнения людей, потому что Бог в этом мире находится в людях. И есть пример, простой очень пример, да? В Роша Шана есть такое обычае, как Ташлих называется, как сбрасывание грехов. То есть, выходят к реке и как будто бы сбрасывают грехи. И как-то стоял один такой великий цадик, стоял и сбрасывал, как бы выдряхивал карманы, это такая метафора, избавляться от грехов в реку. А сзади стоял его хасид, его ученик, и он эти грехи собирал. И он говорит, ваши грехи для меня заслуги. То, что на вашем уровне является грехом, то для меня является, дай Бог, чтобы я вообще это хоть раз в жизни бы сделал, то, что на вашем уровне является грехом. То есть, поэтому написано, что царь Соломон нам в Каэлите сказал, нет цадика, нет праведника, который бы не согрешил. Он где-то может ошибиться, даже впечатление, есть великие мудрецы говорили, что если просто человек сделает это действие, это для него не грех. Но если я сделаю это действие, это будет осквернение имени Всевышнего. Мы уже тоже учили, когда мудрец, например, Торы, у него плохие качества характера. Например, то, что сейчас происходит, это происходит, потому что я считаю, что это все-таки СМИ искажают картину того, что происходит в Израиле с религиозными людьми. Но СМИ так показывают, что они вообще там, ну, то есть, и люди могут подумать, да, вот, они могут плохо подумать про религиозных, хотя они могут быть цадики и праведники. Но уже само это может ему засчитаться тоже как грех, то, что он такой, он не подумал, какое впечатление на других людей окажет его там поступок, слова или действия. То есть, здесь очень много нюансов. И сказал нам царь Соломон, он нам сказал 31-й отрывок, такую вещь. Садику на земле, имеется в виду в его вот физическом, материальном существовании, Ишелам, воздаться. Поэтому есть праведник, которому плохо, есть праведник, который страдает, есть праведники, которые болеют, есть праведники, у которых с детьми, например, сложности, там дети не ведут себя, не идут по пути отцов, например, да. То есть, с праведником Бог его можно, это не наказывает, он с ним действует, написано как на толщину волоса, то есть, у него очень все точно. Почему очень все точно? Вот смотрите, например, человек идет в костюме, он идет в костюме по вечерней улице. Вечер, темно, и у него на костюме не видно ни одного пятна. И тут он заходит во дворец к царю, там свет, иллюминация, его фотографируют, его рассматривают, и у него видно, что на нем есть пятна на костюме. То есть, когда праведник, он слишком приближается к Богу, то любая малейшая его какая-то ошибка или даже мысль, мысль неправильная, она может ему повредить и вызвать у него как очищение. То есть, те неприятности и те страдания, которые есть у человека в мире, это, в принципе, это для него очищение. Это не наказание Бога, это подарок Бога, и это очищение для человека, потому что чем больше, есть такая очень тоже важная вещь, липум цараагра, чем больше страдания, тем больше награда. То есть, когда ты выполняешь заповеди Бога, преодолевая сопротивление, это как ты идешь в спортзал и качаешься до боли. То есть, у тебя, чем ты больше нагружаешься, тем больше у тебя растет твои мышцы, твоя сила. Поэтому мы должны знать, что на земле праведнику будет заплачено за все его маленькие прегрешения, но и за все его, естественно, хорошие вещи. А в тироша, выхоте, тем более злодею и грешнику. И злодею и грешнику точно не на что рассчитывать, Бог с каждого спросит, опять же, из любви. Это нельзя назвать наказанием. Я ни в коем случае не считаю, что то, что происходит с человеком, это наказание. Бог всех любит. Просто имеется в виду, что награда за земную жизнь, как бы целью земной жизни является жизнь духовная. И земная жизнь не может рассматриваться как конечная стадия, и она не должна так рассматриваться. Поэтому Бог, который хочет дать награду в вечную жизнь, Он иногда с человека в этом мире дает ему сложности, чтобы его пробудить, дает ему страдания, чтобы его очистить, дает ему какие-то знаки, намеки, чтобы он стал на правильный путь. То есть, это все не название, а не наказание, а это все для пробуждения. Но злодей, он даже когда над ним все рушится, если он вернется к Богу, то есть, тогда он перестает быть злодеем, и тогда те неприятности, которые были, они для него удача, которая его пробудила. Но если он до последнего момента идет против Бога, тогда это, то, что с ним происходит, это урок для всех остальных. Потому что большинство людей, они в серединке, они смотрят, кем не быть, праведником или злодеем, праведником или злодеем. Поэтому, когда мы видим, как злодеи наказаны, мы должны понимать, что так будет со всеми злодеями, и становиться все больше и больше праведниками. Все, мы закончили 31 главу, ой, не 31 главу, мы закончили 11 главу, 31 отрывок. С Божьей помощью завтра продолжим. Начало урока, как и было всегда, в 10 по Тиеву, в 10 по Израилю. Просто перевели часы, и сейчас вот мы в 10 утра, с Божьей помощью, мы начинаем с 10 до 10.25 где-то. У нас обычно проходят уроки. Все, с Божьей помощью, значит, будем их и дальше проводить. Все, удачи, успехов. Учим Тору, делаем заповеди, делаем добро, и все будет хорошо. Все, всем пока. Все, удачи.